Люди, всем привет из Сочи! Сегодня 7 января, Рождество. Всех поздравляю с Рождеством. Так, мой холодильник попал в кадр. Ну, пусть он вас не смущает. Немножко пересяду. Значит, завтра встречается Лестер Останвилла в полуфинале английской лиги. Это полуфинал из двух матчей. Сейчас мы вкратце, но подробно разберем этот матч. Начало в 23.00. Первый полуфинал состоится сегодня. Встречается Манчестер Юнайт от Манчестер Сити. Я дал уже прогноз от матча, ролик есть. Но состоится только первая половина, так же, как и Лестер Останвилла тоже из двух половинок. Ответные игры в конце января. Дело в том, что Останвилла встречалась с Лестером в начале января. Я давал прогноз от матча, что Лестер победит, забьет больше полтора гола. Вот. И сейчас просто напомню подробности этого матча. Так, наврал это было у нас 8 декабря. Так, а с кем они играли в начале января? Ну, не важно. 1-4 они выиграли в Останвиллы. Так, и... Значит, смотрите, в чем заковыка. Дело в том, что Останвилла дошла до полуфинала английской лиги, обыграв в четвертьфинале. Кого? Ливерпуль. С отсчетом 5-0. Да, вы не ослышались, это было в конце декабря. Потому что Ливерпуль играл третьим составом. Два основных полетели куда-то в Саудовскую Аравию играть с Матеремой Фламенко. Значит, понимаете, в чем дело? После этого Лестер проиграет Ливерпулю 4-0. Улавливаете, да? Это самое, как сказать, интригу, интригу. То есть Останвилла выиграет у Ливерпуля 5-0. Ливерпуль выиграет у Лестера 4-0. И теперь Лестер просто должен обыграть Останвиллу, чтобы как бы показать, что он обыграл саму Останвиллу, который выиграл у самого Ливерпуля. Вот такая интрига и такая, скажем, предыстория. Теперь, что касается самого Лестера, он в этом сезоне на своем поле проиграл всего лишь несколько матчей в этом сезоне, не в этом году. Значит, последний, ну вот Ливерпуль, я уже говорил, 0-4. И Нью-Касл 0-1. Так в основном у него победы, победы, победы. Значит, тут ему, понимаете, нужно не просто побеждать, побеждать убедительно. То есть, здесь ставка будет простая. Ливерпуль, победа и плюс индивидуальный тутал Лестера. Ливерпуль, я сказал, да? Победа Лестера и индивидуалка полтора больше. Это стандартная ставка на Лестер. Несколько раз она уже проходила, мы ее ставили, я ее озвучил в Ютубе неоднократно. Лестер по одному не забивает. Даже в самых тяжелых матчах 1-1 они в конце вытаскивают. Там Грей забивает, еще там кто-то забивает. У них Варди забивает. Вот такая ставка. Ну, будет где-то коэффициент, наверное, 1-60. Может быть, 1-1. То есть, просто победа Лестера 1-30. Потому что Лестеру некогда с этой стандрилой возиться потом еще в ответ на матч. Они должны спокойно приехать и сыграть там в ничью. Но дома они должны обеспечить себе запас на будущее. Это понятно. Теперь по составу. Варди отсутствовал в трех матчах, по-моему, начиная с конца декабря. У Варди родилась дочка в конце декабря. Декабря это уже 3-4 ребенок общий в их семье. Он женился на женщине с ребенком. Она ему еще начала рожать. И правильно делает. В Англии вообще довольно-таки высокая рождаемость. Я там жил 2 года. Если есть возможность, люди рожают, рожают, рожают без конца. Не только негры, не только арабы, не только индусы, но и белокожие тоже там. В белых семьях 3-4 ребенка это нормально. Вот серьезно, в Англии. Как бы приветствуется. Ну там государство помогает. Не шибко, но помогает. Квартиры дают иногда бесплатно. Там пособия какие-то. Значит, у Варди день рождения будет на днях скоро. Понимаете? Ему, по-моему, 32 года будет исполниться. То есть, как бы, ну нормально. То есть, Лестер нацелен на этот кубок. Они должны его убрать. Вот, потому что, я уже много раз говорил, Ливерпуль берет, значит, в этом году английскую премьер-лигу Манчестер-Сити берет, Лигу чемпионов. Как бы так. Они, я не знаю, договорились или нет, наверное, не договорились. Вот, поэтому Лестер должен убрать кубок английской лиги. Что касается самой Астанвиллы, я видел ее уже в Йом в 83-м году. В Москве я тогда жил. Я 2 года в Москве прожил. Значит, ходил на многие матчи. Именно вот Арсенал, вот я смотрел, Спартак. Следующий играл с Харлемом. Я не пошел. И там в давке погибло 75 человек. Кто не знает эта история, наберите в Википедии. Октябрь 82-го года. Харлем. Спартак. Я не пошел. На предыдущий я ходил. Короче, Астанвилла была обладателем Кубка европейских чемпионов в 82-м году. Ребята, это серьезная команда. Астанвилла на из Бернингема. Значит, это один из клуб с историей. То есть, один из основателей вообще английского чемпионата, когда было только 12 команд. Вот как НХЛ, помните, было там только 6 команд в начале. Вот так вот английские. 12 команд было. То есть, они такие старинные, древние. Легендарный клуб на самом деле. Значит, они 7 раз выиграли Кубок Англии. И 5 раз выиграли Кубок Английской Лиги. Два раза выиграли Кубок Интертото. В 2001, в 2009. Потом прекратил существование. То есть, на самом деле, Астанвилла довольно-таки, ну, команда такая с историей. У Лестера же только чемпионат АПЛ в 2016 году. Ну, тоже замечательное, грандиозное, феноменальное достижение. Команда только что вышедшая из первой дивизиона тут же берет первенство АПЛ. И Астанвилла также была одним из основателей, соучастников, скажем, английской премьер-лиги. Когда 22 клуба договорились сделать английскую премьер-лигу. В это время, как раз, незадолго до этого, Фергюсон возглавил Манчестер Юнайт. И тоже, то есть, как бы, вот такие изменения пошли. Вот этот стык, еще 89-91, в мире было очень много изменений. Почему-то, не знаю почему. Но, значит, АПЛ, когда образовался, значит, за счет чего? Они просто договорились о продаже телевизионных прав. За гигантскую сумму, по-моему, там, миллиард. Ну, там, с рассрочка на сколько-то лет. И при этом все деньги были поделены порно. Не так, как вот в России. Спартак получает миллион, а Уфа, там, значит, получает 100 тысяч. И еще надо откат, еще 20% заплатить. Нет. В Англии такого нет. Честные люди, порядочные в основном. И поэтому они, как бы, живут нормально. Ну, правда, работают, как в черте. Вот, короче говоря, вот так вот организовалась английская премьер-лига. Что касается Ливерпуля, да, сегодня про него уже говорил. Они сейчас заключили новый контракт с Найком. Вот на гигантскую сумму 50 миллионов, по-моему, там, вот на год фунтов. Предыдущие с Нью-Балансом они расторгли. Нью-Баланс подал в суд через арбитраж, там, честные суды, я тоже был в английском суде, но я судился по поводу того, что мне отказали в получении, значит, статуса политического беженца, можно было еще дальше судиться. Там судиться можно всю жизнь. Вот, все нервы на это потратишь, там, и причем адвокаты могут и бесплатно быть, там, вот. Ну, а если бесплатный адвокат, то ты ничего не выиграешь, это все понятно. Вот, поэтому, значит, Ливерпуль заключил новый контракт с Найком. Ну, видимо, больше предложили. Поэтому я много раз говорил, что Ливерпуль тащит за уши именно вот такие команды, потому что Лестер никому не нужен. Если Лестер будет чемпионом, да, ну, какой нахер с ним будет заключать контракт? Потому что, ну, звезды, ну, в Орде и все, понимаете. Продали этого Мореза, продали там еще кого-то, новых звезд нету. На ком делать бабки, понимаете. Вот, а у Ливерпуля у него там Фермина из Бразилии, Салах из Египта. А что такое Салах из Египта? Это вся Африка будет покупать футболки. Я уж уверен, вся Африка, фермина, значит, вся Бразилия пойдет купить футболки Ливерпуля. Вот и все. Это огромные рынки сбыта. Вот о чем идет речь. Поэтому большой футбол, это большое шоу, это большое коммерческое именно шоу. Коммерческое, понимаете. И часто бывает, иногда вы знаете, что команды некоторые просто убивают. Убивают, потому что зачем нужны на каком-то рынке сбыта какие-то ненужные второстепенные команды типа Лестера, да. Поэтому Лестеру не дают, ну, как бы он и не сильно рвется. Он понимает, что ему не дадут просто чемпионом в этом году. Ну, конечно, о Ливерпульсе ничего там говорить. Вот, поэтому не надо грузить большие суммы, значит, на Лестер. Значит, еще раз, первоначальная ставка победы Лестера и полтора больше. И более осторожная ставка, это Лестер не проиграет и общий тотал матча полтора больше. Ну, я допускаю что-то типа 1-1. Мало ли что. Например, в начале матча какое-то удаление судья придумает. У Лестера удаляться, значит, или поставит пенальти, остановил и забьет. Потом Лестер будет в десятером отыгрываться, забьет в конце один гол, 1-1 закончен. Всякое бывает в футболе. Много денег не ставьте. Поймите, что вы на одной ставке не разбогатите. На одной ставке очень легко все потерять. Много раз мы это видели. Поставьте маленькую сумму, небольшую на этот матч. Просто посмотрите, насладитесь этим эффектом. Еще мне кажется, что матчи на Кубок Англии в основном мало фолов. Вот на Ливерпу Ливертон прошло, у нас фолов меньше. Брали там 17 меньше, 16. Потом 14 взяли меньше. За коэффициент 2.50 на 70 минуте. Они получили 13 фолов. А с Арсенала вчера такой турек не прошел. Но я ушел домой, поставил там полтинчик такой просто бросил. На Арсенал меньше 21. Они получили в итоге 25, по-моему. С лицом. То есть Арсенал сейчас стал много фолить. Не знаю почему. У них 11 раньше фолов меньше проходило. Я сейчас уже на фоллах, я единственный человек, который играет на фоллах. Единственный капер. И группа моя тоже. Многие пересели на фоллы, когда я в группе, в лайве дам и ставим, люди повторяют за мной. Ну и баскетбол тоже у нас нормально заходит. У нас в группе уже 140 человек, значит, разные республики присутствуют. Есть очень хорошие специалисты, просто бомба. И все виды спорта мы рассмотрим игровые. Очень много ставок заходящих, плюсовых. Будете играть в группе, будете в плюсе, если не будете, скажем так, сами делать какие-то ошибки. Потихоньку, на дистанции. Вступайте в группу, присылайте мне 300 рублей. Я вас тут же добавляю через минуту. Вам становится открытой ставки в лаве. Очень много хоккея. ВХЛ, МХЛ, КХЛ, НХЛ. На счет все что угодно. Австралийский футбол, женский футбол, теннис, волейбол, гандбол. Ребята есть очень сильные, сильнее меня, которые просто сутками сидят, я вообще не знаю, когда они спят. И постоянно скидывают, скидывают, скидывают. Даже ночью куча сообщений. Я утром просыпаюсь, уже 50 сообщений. За 6 часов. 6 часов я сегодня спал. Сегодня уже третий прогноз записываю. Вчера ночью тоже два прогноза записывал. Поэтому играйте аккуратно, играйте осторожно, играйте в долгу, играйте на дистанции. Помните, что ставки это удовольствие для ума, для души. И удовольствие всегда нужно растягивать. Растягивать нужно. Я всегда говорю, хочешь выиграть миллион? Да, все хотят. Я говорю, что ты будешь потом делать? Он говорит, я потом буду дальше ставить. Ну так и ставьте понемногу, потихоньку, двигайтесь, понимаете, курочка по зернышку клюет. Вот главное. Не стесняйтесь делать ставки 1.30, никого не слушайте. Только не берите в экспресс меньше 1.20. В общем, в группе у нас много спецов. И есть интернет-ресурсы, и люди играют по компьютерной программе, и у меня по компьютерной программе есть подсказки. Я скидываю иногда. Вот несколько человек у нас в группе, у которых какие-то свои компьютерные программы, они тоже скриншоты кидают в лаве. Поставьте это, поставьте то. Потом есть дополнительные какие-то статистические программы, которые дают офигенную статистику, которые там все выкладки, все раскладывают заранее, сколько будет фолов, сколько будет угловых, сколько, ну примерно будет угловых там и так далее и тому подобное. когда один человек, он не справляется событий много голова идет кругом вы вступаете в группу, просто открываете и у вас пошли сообщения, и вы смотрите кто что ставит, хотите ставьте, хотите нет хотите свой какой-то вариант скиньте спросите мнение коллектива кто что думает несколько человек вам ответят я как правило отвечаю вот и все указываю на ошибки я тоже могу ошибаться но я просто хочу сказать, что в одиночку букмекера обыграть тяжело даже с психологической точки зрения вот вы один, понимаете, когда вы в группе за вами уже вся Россия от Владивостока до Калининграда плюс Белоруссия, плюс Украина у нас плюс Таджикистан, Киргизия значит Узбекистан, Казахстан с нами, понимаете Грузия, Армения, Азербайджан как-то пока мимо нас прошли, Дагестан у нас есть Чеченец один по-моему есть один грузин есть, но у нас Владивостока так что всем привет, вступаем в группу всем желаю удачи, еще раз поздравляю всех с Рождеством и православных и неправославных я вообще людей не делю на православных вот серьезно, не делю по религии вообще никак либо человек хороший, либо человек плохой вот и все, неважно какой он религия и как бы поменьше надо делить людей на какие-то знаете, кстати говоря про евреев но вы уже понимаете, что я не могу просто так закончить ролик мне нужно все рассказать, что мне пришло на ум значит, просто такой тупой пример из моей практики я был в Израиле там на экскурсии, скажем так так вот евреи с арабами живут в Израиле по соседству, понимаете и никаких проблем они на бытовом уровне вообще не испытывают они прекрасны, все там ладят и когда я начал копаться почему так, оказалось, что это люди просто, у них ДНК даже одинаковые откройте, значит, генеалогию посмотрите, значит, эти расы и нации, как образовались вот группы, да вот арабы и евреи они относятся к одной группе это называется семитская группа семиты, и те семиты, и те семиты все остальные антисемиты ну это шутка, да поэтому, как они могут враждовать? только по религиозным причинам что мы мусульмане, а вы вот там иудеи вот только на этой основе делается вражда поэтому я не люблю религии потому что религия вносит вражду в отношения между народами в том числе а спорт объединяет поэтому я по жизни, я спортсмен я фанатичный спортсмен я всю жизнь занимаюсь спортом я не буду говорить, сколько мне лет чтобы не пугать женскую аудиторию но я могу сказать так что лет мне уже дофига поэтому, ребята, занимаемся спортом вообще не курим венца иногда можно иногда пивка как бы в жизни всякое бывает но спортом надо заниматься систематически регулярно и ходить в спортзал и следить за своим здоровьем поменьше копченой колбасы поменьше всякой фигни у меня есть ролики про тренировки про диету пишем вопросы, ставим комментарии делимся с друзьями вступаем в группу кому я понравился можете пополнить счет на карте передам персональный привет и скажу спасибо вот из эфира есть такие люди мне большое спасибо они мне помогали Саша, Игорь Игорь из Питера Игорь с Рождеством тебя и Саша из Москвы всем, ребята, привет спасибо большое спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!